Аплодисменты 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 Ну и я вернулась на родину Хорошо помню тот момент, когда мы с моим трехлетним сыном, который очень мечтал вернуться на родину Он говорил, что у него здесь настоящий дедушка и можно купить пропеллер, как у Карсена Все вот настоящее И вот мы с ним выходим из сельской местности на автобусной остановке Трехлетний ребенок так разводит ручки и говорит Мама, здесь так грязно, сейчас сюда приедет машина и все здесь уберет И я поняла, что не смогу смириться с тем, что я вернула своих детей в это убожество Что-то надо было делать Мы вернулись в дом родителей, который находится в сельской местности Вдоль всего села тянется хвойный лес И в принципе свалки в нем были всегда Но они носили какой-то локальный характер, более-менее в определенных местах располагались И здесь я увидела, что с каждым годом картина приобретает все больший характер мусорной катастрофы Потому что эти свалки, подобно метастазам раковой опухоли, начали распространяться в труднодоступные зоны леса И скорость их нарастания принимала угрожающий характер Я поняла, что обычные субботники, когда ты просто идешь в лес и берешь с собой мешок И возвращаешься потом с полным мешком мусора Или когда ты убираешь одну свалку, а спустя неделю на ее месте появляются две А эти две свалки через месяц превращаются в полигон, который невозможно убрать своими силами Что бороться таким способом, ну очевидная глупость То есть можно потратить на это всю свою жизнь Превратиться в такого местного волонтера-дворника И я очень долго думала, как подойти с этой проблемой Что вообще делать И вот просто дети, играющие на фоне свалок Это вот такое вот явление, которое, наверное, знакомо всем Меня это всегда убивало То есть они просто приходили, детки, рядышком, раскладывали одеяльцы, играли Взрослые устраивают Ну и вы, наверное, выезжаете на пикники со своими детьми И я решила подойти к решению этого вопроса С тем, чтобы объяснить людям, что сортировать мусор и на сданное в турсырье Получать деньги для благоустройства села Это является альтернативой Хочу, чтобы вы представили, как это было в реальной жизни Я оставила своих детей на родителей И просто вышла на деревенскую улицу По одну сторону находились дома А по другую располагался лес и пустырь, заваленный свалками Количество было такое, что невозможно было посчитать Сколько этих свалок То есть они были просто одна на другой Мне удалось собрать пять женщин И я им сказала Вы знаете, есть общественная организация Это был блеф Я им сказала, есть общественная организация Они вот такие вот добрые Хотят подарить нам игровую площадку Но подарят ее лишь в случае, если мы соберемся на субботнику Берем то место, где она будет стоять И согласимся после этого бросать в контейнер Который они для нас поставят, пластиковые бутылки Правда, из всего этого было только то, что эта площадка была куплена Она была куплена на мои деньги Я выбрала самую такую простую, не очень дорогую площадку Все остальное было абсолютным блефом То есть я не знала ни что такое общественная организация Ни как писать проекты, ни как получать на них гранты И самое интересное, что я не имела ни малейшего понятия Куда сдавать эти пластиковые бутылки Если они вдруг начнут собираться каким-то чудом Но на первый субботник вышло 15 человек Так они подтягивались потихонечку И было очень трудно ломать стереотипы людей Потому что люди считают, что традиционно на мусор должны обращать внимание бомжи и экологи То есть всех остальных это не касается Когда ты его бросил, это уже не твое И очень активно дети принимали участие То есть они как активно сырят, так же активно они убирают Если ты им показываешь пример И моментом истины стал выход одного местного жителя Он так генеральским таким взглядом окинул наше поле боя Сказал так Что это вы на одном пятачке убираете? Я сейчас выгоню трактор И мы начнем убирать как положено Сначала леса Но лес там большой То есть это мы только убирали Небольшой его участок Но тем не менее Вот его вот это вот Вдохновение позволило нам убрать гораздо больше То, что мне на самом деле хотелось Этим свалкам 40 лет И на самом деле после этого первого субботника Мы провели на этом небольшом участке Еще около 20 субботников Приезжали ребята из Харькова И все равно эта зона до сих пор не выглядит идеальной То есть она конечно чище Чем те зоны, которые не охвачены проектом Но сказать, что мы убрали всю терновую Как было написано Это конечно является преувеличением Вот И тем не менее Очень важно было дать людям Увидеть мгновенный результат своих усилий То, что вот они просто вышли Потому что знаете В селе выгнать людей на субботник Это достаточно проблематично Там физический труд Который начинается в 4 часа утра И который убивает у людей Все другие инициативы набрать Поэтому мы установили площадку На месте бывшей свалки Она была простая И мы в ней там доделывали Усилиями местных умельцев Кое-что там подваривали и так далее Но было важно, что вот люди ее получили Потому что они проявили свою инициативу Рядом с ним мы установили контейнер Который я объяснила людям Вы бросаете туда тока, пластиковые бутылки И тут же ко мне люди начали обращаться с вопросом А куда девать стекло Нам просто Мы не можем от него избавиться Он в каждом дворе накапливается Поскольку денег на второй контейнер не было Я предложила собирать его в мешки И просто подносить к контейнеру Спустя год Мы по точно такому же принципу То есть это согласие людей в субботниках В уборке леса и территории вокруг площадки И согласие на добровольный раздельный сбор Пластика и стекла Установили вторую площадку Там уже нас поддержала Харьковская организация Выделив деньги на площадку И один элемент Такий уже был закуплен На сданное вторсырье Чтобы у людей не ассоциировался проект Только с тяжелыми субботниками Которые на самом деле очень весело проходили В перерывах На протяжении двух лет Который длится проект Мы устраивали экологические праздники Такой праздник состоялся На территории сельской школы В нем принимало участие 200 школьников И 20 волонтеров И вообще этот праздник удался только потому Что 20 мастеров Когда я им звонила И говорила о том Что вот есть возможность Поучаствовать в празднике Но бесплатно Они говорили Ух ты, классная идея Мы приедем и поддержим И таким образом 20 мастер-классов По квилингу По мотанию кукол По валянию шерсти По навешиванию веревочных переправ По декупажу Флористики Квилингу То есть многое то Что многие из вас даже Возможно не видели По изготовлению гончарных Каких-то предметов По изготовлению восковых свечей Было проведено Благодаря этим мастерам Также на экологических семинарах Я объясняла детям Как надо общаться со взрослыми И как им объяснять Что сортировать мусор Это выгодно Вместе с детьми Мы придумывали Экологические лозунги И разрисовывали футболки С экологическими призывами Которые потом оставались у детей В качестве подарков Поскольку у детей Основная проблема Является то Что они не видят Проблемы как таковую То есть они уже выросли На этих свалках Им это привычно Мы провели фотоконкурс На лучшие фотографии На экологическую тематику Вот ребенок увидел Очертания Украины В небе И назвали Карты чистой Украины К нам приехал Профессиональный фотограф Который обучал детям Принципы фотографирования То есть это была сама по себе Очень интересная Такая лекция И когда мы с детьми пошли Фотографировать лес Это было практическое занятие Этот профессиональный фотограф Когда увидел снимки детей Он сказал Ты знаешь Нам еще очень многому Надо поучиться У самих детей Их способности видеть Очень интересно Ему безумно понравилось Все это время Ну это было три месяца Первый эксперимент С одним контейнером длился Контейнер наполнялся Пластиковыми бутылками Меня поразило то Что туда не было брошено Ничего лишнего То есть это были Только пластиковые бутылки Рядом люди ставили Мешки со стеклами И на протяжении Трех Поскольку По данным экологов ПЭТ-бутылка И стекло Занимают 60% Всего объема Неорганического мусора Таким образом Мы предупредили Образование будущих свалок Снизили его На 60% Этот эксперимент В дальнейшем Достаточно удачный Позволил нам Установить еще Шесть контейнеров На двух улицах И вот этот объем Он не весь Здесь там еще В контейнерах есть Позволил нам Посчитать Какое количество мусора Вообще образуется Вот 20 дворов В течение Трех летних месяцев Насобирали 120 килограмм Пластиковых бутылок 420 килограмм Стекла Было собрано И 9 килограмм Жестяных банок Весь мусор Делится на 15 видов Каждый из этих видов При его разумной Сортировке Приносит Какой-то доход То есть Вот когда вы Видите свалку Вы мысленно делите Все что там лежит На самом деле На эти виды И вы понимаете Что проблемы Как таковой нет И таким образом Я показала Что если Всего 20 дворов На протяжении Трех месяцев Собрали В Турсырье И на сданные Деньги Получили 250 гривен То Если бы В наш проект Включились 40 миллионов Украинцев То на протяжении И сдавали только Стекло и пластиковые Бутылки То на протяжении года Мы бы смогли Заработать Эту сумму денег И ежегодно Это позволило бы Нам устанавливать 35 тысяч площадок Более качественных Чем была установлена Первая По всей Украине Я не буду рассказывать О том Как долго я искала Людей Которые заинтересуются Приезжать к нам И даже давать Какие-то деньги Хотя в принципе Мы готовы Были сдавать Это все и бесплатно Надо было связать Вот именно Интерес людей К этому Мне удалось Такие-то сделать Хотя до сих пор Эта схема не очень налажена Мне не хочется Чтобы вы думали Что весь этот проект Шел на ура И так все сразу Откликались И говорили Как здорово Мы будем там Каждую неделю Уходить на субботники Но вот только один случай Хотя их множество И каждый из этих случаев Мог бы Вот Навсегда обрубить руки И инициативу Просто до меня Доходит Долго Мы как-то С детьми Пошли убирать Ну маленький Такой субботничек был Убрали полянку Возвращаемся с мешками И тут нам дорогу Пересекает дедушка С тачкой Недалеко контейнер стоит Уже стоит площадка Детская Вырыта яма Для всех остальных Отходов Куда бы могли Все сбрасывать Все то Что не сортируется И он говорит Там я не пойду туда Это далеко Я сейчас вот тут Брошу А это курочки прибегут И все так быстро Сейчас тут Порастаскивают При этом внук Этого дедушки Он стоял В наших рядах То есть Он убирал ту полянку Которую этот дедушка Опять собирался Доделать Это тоже Снимок школьника Я хочу Чтобы вы Подумали о том Что мусор Это не только Деньги налом Это безналичный расчет Это то Что экономит Наши средства На лекарствах И на медицинских услугах Потому что Весь мусор Неважно Сжигается он Разлагается Под действием Ультрафиолетовых лучей Или закапывается Он выделяет Огромное количество Токсических вещей Веществ Которые действуют На нас На клеточном уровне Они достоверно Приводят к повышению Уровня Онкозаболевания Среди населения Вызывают Аутоиммунные процессы Аллергические Пороки развития У будущих поколений Вот Такая невинная На взгляд Батарейка На самом деле Относится к категории Особо опасных отходов Пятая категория Согласно Английской Классификации То есть Она требует Особого обращения При сборе Транспортировки И рецайклингу Я хочу Чтобы вы забыли О деревенском молоке О домашних яйцах Поскольку Коровые козы На данный момент Выпасаются в наших селах Непосредственной близости От свалок А куры Как вы уже понимаете Являются основными Агентами Утилизирующими отходы В связи с этим Я хочу Предложить вам Альтернативу Чтобы вы Каждый для себя Назвали цену Здоровья и благополучия Чужих детей Или своего ребенка Кому как Мой проект Это земля Не дана нам наследство Мы взяли ее В долг у наших детей Который длился Длиться на протяжении Двух лет В этом году получил Признание В конкурсе экологическом Который проводится В восьми странах мира Этот конкурс Проходил в Украине Я заняла второе место Проводил с одной французской компанией И на протяжении двух лет Он получал Или маленькую Или уже Такую более Существенную поддержку Как у харьковских Так и украинских И у международного фонда В этом году Это позволит Установить еще 30 контейнеров И значительно Расширить Территорию проекта Немножко он Похож на сказку Да Где Золушка Которая начинает Убирать бутылки Возле своего дома В конечном итоге Попадает на Праздничный банкет К французскому послу По классике Жанра Платья и украшения Берутся укрестные Но эта сказка Она народная Ее конец Он зависит От каждого из нас От того Будем мы Бросать мусор Когда нас никто не видит С чистой совестью Говорить Это не мое Научим мы своих детей Ценить То Где они живут Ну и вообще Задумаемся мы Над этим Мыли Там Аплодисменты Давайте еще раз Поаплодируем Великолепный проект